Балки, щитовики, деревяшки. Наследие времен освоения северных нефтегазоносных территорий. Наследие тяжелое. В иных муниципалитетах эти строения можно встретить и по сей день. Целые улицы из таких вот состоят. И Ханты-Мансийск не исключение. Вот посмотришь в окно. Вроде бы третье тысячелетие на дворе. А памятников прошлого хоть отбавляй. И не всегда монументальных. Каждый год в Югре рушат по 100 тысяч квадратных метров жилья. А сколько строят? Ух, много больше. И деньги на переселение выделяют огромные. Только в Ханты-Мансийске за последнюю пятилетку в новые квадратные метры переехали несколько тысяч человек. Мы решили разобраться по сути. Что в округе сегодня строят нового, перед тем, как сломать старое. Кто имеет право въехать в новую жилоплощадь, а кому этого не светит. Эта ее горчанка вернулась домой после новогодних каникул. А дома ты нет. Наши коллеги-новостники уже снимали об этом материал. Евгения не ожидала, что дом снесут быстрее, чем она позаботится о переезде. Трубы в деревяшке по инструкции отрезали. Холод адский. Жить невозможно. Сегодня вопрос решен. Муниципалитет поможет. После вмешательства журналистов. Не в последний раз на сегодня. Вот здесь взломали уже. Была закрыта на этой неделе. Позавчера. Вот. Это ваша комната? Да. Моя квартира. Пусть маленькая, но она моя. Ей предлагалось в свое время завести электроотопление отдельно на квартиру. Женщина отказалась. Ну, согласитесь, вандализм у нас пока еще процветает. Извиняюсь за выражение. Ну, посмотрите, у нас в целях противопожарной безопасности. А вот Анна не против электрообогрева. Даже за. Ведь живет в балке. Да-да. А что делать? Приехала с Костромской области, где лишилась жилья. Здесь родила детей много. Воспитывает. И надеется на лучшее. Тишина, снежок, свежий воздух. Самара. Исторический центр. Отсюда началась история Ханты-Мансийска. А вот Балок. 21 век. Россия. Вот такие жилища в историю до сих пор еще не ушли. И чувствуется, что еще не скоро уйдут. Впрочем, дело идет. Не так быстро, как хотелось, но идет. Сегодня таких коробок в округе осталось 4 тысячи. С населением в почти 4,5 тысячи семей. Это только официально. Еще очень хороший показатель. Каких-то 6 лет назад, когда округ серьезнейше взялся за болочную проблему, непригодных для жизнестроений было гораздо больше. На 5 тысяч единиц. На их ликвидацию и расселение югорчан потратили 7,5 миллиардов. Справляетесь? Ой, некуда, некуда. Может, вам помочь? Нет. Как-нибудь самому. И вот так каждый день по 9 раз. Ну, вода – это жизнь. Что поделаешь? Ничего. А если купание? Если купание, то раз 12 за водой сходить надобно. Такова ее жизнь. По несколько раз с горы на гору с бидоном воды. Хлопит, да? Я помню. О, ха-ха-ха! Мы, не познавшие прелести жизни в приспособленных строениях, именно так в официальных документах называется Анина жилища, решили набрать водички сами. Вот почему правительство серьезно задумывается о переселении югорчан в надлежащие условия. Но для этого основания должны быть. А у Анны их нет. Об этом чуть позже. А пока, как мы уже обмолвились не раз, переселяют людей. И еще как. Правда, осталось больше 2,5 миллионов квадратов ветхого жилья. Так что работы – непочатый край. Просто непочатый. А что, бывает так? Нет, да, так еще. Пошел на улицу, на улицу. А, на улицу этаж. А это Новоаганск. Ситуация с ветхим жилым фондом здесь не аховая, но тем не менее. На сегодня необходимо переселить жителей из более чем полусотни домов. Ирине Поповой уже повезло. Переселили женщину. И началось. Я смотрю, тут у вас заботливо собранная коллекция, да? Да, целый пассианс у нас. Вентиляция у меня не работает. И все, что с нижних этажей. Люди готовят, извините меня, люди в туалет ходят. Все запахи у меня курят. Все маты. Я все слушаю. Вообще, лежат тут на диване. Запахи, матюки и прочие звуки – проблема для этой квартиры не единственная. Далеко не единственная. Главное, пожалуй, то, что жить тут вообще как-то опасно, что ли, по заверениям самих жильцов. Полезные и вредные свойства плесени давно изучены. Что говорить тогда о ее размножении в жилом помещении? Мороз минус 40, а окна на распашку вентиляции для. Но это еще не все. У кого-то и такой возможности нет. Вот я его открыл. А, не открывается? Ну, я говорю, это я его открыл. Видишь? Общественной приемки раньше не было, говорят местные администрации. А теперь будет и добавляют. А вообще-то квартиры отличные. Ну, конечно. И тут районные власти не врут. В сравнении с тем, что за условия были у соседей раньше, ну, просто небо и земля, товарищи. А в сравнении много, если не все познается. Но, тем не менее, только впечатление складывается, что конкретно муниципалитет, его администрация ждет, пока эти пять лет гарантии кончатся, и люди начнут платить за капремонт, а тогда хоть никто отвечать не будет. Правильно или нет? Нет, я считаю, что вы говорите в данный момент неправильно. Я думаю, администрации Новоаганской ведется претензионная работа с нерадимым подрядчиком. Она ведется. Это конкретный случай, но таких случаев же много, потому что новый застройщик, который теперь занимается у них на месте строительством домов, он говорит, что это, оказывается, распространенная проблема. Это не распространенная проблема. Вообще, за качеством строительства на тех объектах капитального строительства, которые под названием службы жилищного строительного надзора, надирают они. Они выдают потом заключение на соответствие этого объекта всем построенным проектным решением, задают заключение на соответствие объекта энергетической эффективности, и что этот объект безопасен. На основании этого выдается заключение на соответствие объекта и выдается разрешение на строительство. Соответственно, объект может эксплуатироваться нормально. Там все мероприятия, чтобы жить комфортно, в этом доме есть. Но если возникают такие проблемы в рамках гарантийных обязательств, то бишь заказчик или лицо, которое проживает в этой квартире, вправе обратиться в суд. Это у меня свое приспособление. Соседи включают вытяжку, и весь воздух идет у меня. И я его шлеп туда, и все. Кажется, я понимаю. Смотрите, 5 лет гарантии у нового дома, правильно? Люди даже за капитальный ремонт не платят, да, взносы. Но интересная ситуация, да, в наших северных условиях пока не вылезут какие-нибудь недоделки и брак, мы никогда о них не узнаем. Да? Брака вообще быть не должно. Ну как так? Должно быть сделано качественно и хорошо. Слова эти донаваганскому застройщику уши не услышат. Строитель по фамилии Кадыров скрылся с места своего строения и даже не извинился. Теперь отдуваться властям. Ну мы не будем ждать гарантийных 5 лет. Уже на сегодняшний момент восстановлена работа вентиляции. И вентиляция сейчас уже работает. Все жильцы, кто обращались по этому дому, ну фактически по этому подъезду, значит, вентиляция была приведена в состояние работоспособности уже управляющей компанией. Быстро они. Вот что волшебная сила телевидения делает. Мы только собирались ехать в Нижневартовский район, а проблему уже решили. А вот не позвони нам, гражданка Попова. Может быть, так бы и дотянули до окончания пятилетки гарантийной. Кто знает. Можно только предполагать. Сразу возникает другой, любимый Глебом Жегловым вопрос. А что может быть дальше? А дальше то же самое переселение. Только теперь и застройщик другой, и контроль серьезнее. Общественный. Рассказали в администрации. Короче, по уму все будет. На ум сразу приходит современный интернет-мем. А что так можно было? Вот эти недоработки, пусть они и мелкие, но тем не менее они влияют на условия жизни. Это вообще честно по отношению к тем, кого переселяют из старого жилья по программе государственной переселения? Ну, мое мнение однозначно, что это, конечно, положительный фактор, что люди переезжают из ветхого жилья в такое благоустроенное. Но тем не менее. Но тем не менее есть недоработки, которые присутствуют у застройщиков. Ну, мы стараемся все недоработки, если вдруг что-то у нас возникает, реагировать и отрабатывать эти моменты. Ну, по совести вы стараетесь? Мы стараемся по совести. Мы здесь родились, мы здесь живем, у нас здесь живут родители. Да. Вот уже полвека как. Именно столько Новоаганску недавно стукнуло. Ну, местным повезло, что такой ответственный застройщик пришел осваивать немалые средства, что выделяет Нижневартовский район, который в свою очередь получает их от округа. Кстати, районные власти не посчитали нужным и важным отвечать на наши вопросы. И прислали письмо, мол, за все опять-таки ответит глава Новоаганска. Ну, что же, приедем в следующий раз, повод будет. А пока новый застройщик, я так понимаю, пришел на его место и будет теперь строить все честно, грамотно, а главное, в срок. Очень важно же, что в сроки уложится, да? Конечно, важно, потому что это же жители, которые ждут этого жилья. Они принимают в том числе активное участие и в контроле над строительством. Поэтому, когда это в срок, когда это вовремя, ну и определенное движение людей, когда люди живут в непригодном жилье, да, коридорного типа, холодные дома, которые строились временно для того, чтобы когда-то там разместили семьи геологов-нефтяников, вот, а сейчас живут там уже десятилетиями, поэтому важно нам создать им комфортные условия для проживания. А вот Анна из окружной столицы на комфортные условия даже и не надеется. Пока, во всяком случае, ее немаленькое семейство не попадает в число новоселов как минимум по трем статьям. Муж ее не гражданин, в доме своем, если его вообще так можно назвать, она не прописана и живет она в Югре менее 15 лет, а цен соседлости никто не отменял. И риторика иных ответственных лиц с годами не меняется. Так кто ты такая? Ты вот приедешь, если поедешь в Москву или в Челябинск, ты там тоже будешь требовать, что типа, да ты какая сирота. Ну, что вот так вот, ну, в плане вот этого говорила, да, что вот это, ну, я же россиянка, я родила же в России, я же не приехала в США. У округов приоритете тех, кто отдал кровиночку и пот пролил ради процветания страны. Вот такая арифметика. А у Анны все будет хорошо, смеем надеяться. Дети ходят в детсад и школу, семью посещает врач. Муж имеет разрешение на работу и пособие она получает. Вот только сколько таких многодетных мам, что упорно едут за новой и лучшей жизнью в Югру и тащат груз ответственности в горку. И не сдаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова